Ну вот, кстати, сказать об эмоциях, о психологическом состоянии, о том, как правильно вообще себя настроить и на этот день, и на неделю, вообще, как себя вот хорошо ощущать психологически, будем говорить сейчас с нашим замечательным гостем в студии. Я надеюсь, что чаще мы будем видеться. Владимир Ченевиза вместе с нами сегодня. Давайте встретимся. Владимир Ченевиза! Я по традиции. Владимир Ченевиза! Педагог-психолог, член Содружества психологов и педагогов России, основатель Центра здоровья души и тела, как всегда, с отличным настроением. Такая серьезная какая-то должность и вот такой вот яркий, солнечный человек. Благодарю. Психологов много, да? Да. Ваша философия чем вообще отличается от остальных специалистов в этой области? Хороший вопрос, Паш. Благодарю, да. На самом деле, очень долго думал, чем отличаться от своих коллег. И однажды мне приснился сон, мне приснилось солнце. Я подумал, что это знак. Я надел на себя и, собственно, философия, это люди солнца. Солнце светит всегда, что бы ни случилось, в любое время года, в любую погоду, в любое время суток. Поэтому, если ты будешь солнечным человеком, то твоя самооценка и твоя жизнь будет на высоком уровне. Есть такое понятие? Задумался такой. Нет, просто есть такое понятие. Он устал просто. Я зашел. Доброе утро, Саня. Психология счастья. Есть такое понятие. Вообще, что это и с чем это едят, так скажем? Психология счастья – это психология счастливых людей. Ну, тут как бы логично, да? Пока все сходится. Пока все сходится. Собственно говоря, это одна из моих философий, да? Счастливый человек – человек с хорошей самооценкой. Все. Все складывается. Пазл сложился. Вот. Как понять, нормальная у тебя самооценка или завышенная, или заниженная? Тут существует миллиард тестов на эту тему. Мы обязательно их попробуем, пощупаем, поиграемся. Много чего расскажу. Ну, а так, если вот хотя бы внешне. Или вот я могу внешне сказать, Саш, что-то у тебя к этому заучено. Я могу тебе сказать, знаешь, самый простой тест на то, какая у тебя самооценка. То, и что ты говоришь. Вот наша речь определяет нашу самооценку. Если в твоем лексиконе присутствуют слова «я постараюсь», «я этого не достоин», «нет денег», «возможно», у тебя низкая самооценка. Потому что это слова-кандалы, слова, которые нас ограничивают. Следовательно, как следствие, наша самооценка что делает? Падает. Человек счастливый, он говорит «я намерен», «я могу», «у меня уже получается». Афирмации те же самые, да, позитивные установки. «Я лучше дитя вселенной» и все равно, что я не единственный человек на планете. Я лучший! Я думал, вы скажите, я лучше дитя в семье. Так, а завышенная самооценка какими словами характеризуется? Платите налоги. Я думаю, что тут больше идет оскорбление уже межличностного характера, что я лучше, чем ты. Это неправильно, да? То есть сравнительная история, она деструктивна в любом случае. Так вот, есть различные техники. Мы сейчас говорили антистрессовые. Как вот выйти из стресса или не допустить вот этого состояния, которое, ну, сейчас довольно популярно в нашем современном мире? Я покажу, я покажу. Ага. Мы разуваемся, получается. Так. Самая лучшая антистрессовая техника – это медитация. Поэтому при каждой возможности можете сесть и минутку уделить себе, своему подсознанию и подождать. Друзья, если вдруг вы увидите, что мы с Пашей сидим в такой позе, не пугайтесь, просто медитируем. Владимир научил, да? Зачем ты? Я думал, мы дальше остальные три часа будем просто. Включим легкую музыку. Ну, собственно говоря, Паш, совершенно верно. Я чуть-чуть юморю, да? Медитация – это одна из самых сильнейших все-таки антистрессовых техник. Ну и плюс, конечно же, правильная, грамотная речь, не использовать слова «кандалы», которые, собственно, нас связывают с негативными установками, эмоциями. Да, и почаще благодарить себя и весь мир за то, что ты такой замечательный и классный. Принимать комплименты от других людей и благодарить их в ответ. Ой, спасибо. Вот опять же понедельник. Возможно, мы когда-то об этом говорили, но вот давайте напомним, как избавиться от ощущения, что понедельник – тяжелый день? Вот есть такой стереотип в обществе, вроде отдыхали, и тут понедельник. Вы знаете, я вообще родился в понедельник. Серьезно? Да. У меня сегодня день рождения, 1 февраля. Вот, мы об этом хотели сказать. Мы можем этот прекрасный возраст озвучить? Конечно, 33. Спасибо. 33 года. Ну и что? Мистер понедельник. Мистер понедельник, да. Поэтому я искренне считаю, что понедельник – замечательный день. Он подарил этому миру меня, как говорит Николай Басков. Поэтому тут же все зависит именно от нашего восприятия информации. Пятница, 13, понедельник, вот эти все три шестерки и прочие-прочие условности, которые позволяют кому-то эту энергию пропускать мимо себя, а кому-то ею пользоваться. Вот я, например, с удовольствием пользуюсь магией трех шестерок. На самом деле, если вы знаете, это формула богатства Генри Форда – три шестерки. Хм, интересно. Да, а не адовое число. Формула богатства три шестерки. Это не про отечественные автомобили идет. Он начинал с трех шестерок и потом выросла империя. Дальше, пятница, 13, тоже там совершенно другая была история, но не будем занимать эфирное время, да не об этом. И понедельник, ведь понедельник – это начало. Бог начал создавать мир, да, с понедельника. Тяжело ему было, интересно. Да он в кайфе был. Вообще, как и все его создание, оно кайфует. Даже песня такая «кайфует». Тоже в понедельник. Я просто хочу спросить, у вас вообще никаких, Владимир, проблем не существует в жизни? Вы веселые, зажигательные, как будто вообще все идет. Как будто ипотеки нет. Я вам скажу так, проблем и у вас не существует. Все, что это тут все живое. Проблемы, как я уже говорил ранее чуть-чуть, да, это придуманные мероприятия ленивых, трусливых людей, которым нечем заняться. А если у вас есть работа, там, дела, семья, дети и прочее другое, вам есть чем заняться, так и что переживать. Владимир, огромное спасибо. Я надеюсь, будем еще чаще видеться. Ну а вы не переключайтесь и оставайтесь вместе с нами, с хорошим утром. Мы нашим юным коллегам передаем слово, шустрики.